Я старший инспектор группы надзорной деятельности профилактической работы Государственного пожарно-спасательного отряда города Горловка, МЧС ДНР, лейтенант службы гражданской защиты Муки Оксана Александровна. Мы проводим на данный момент рейды по водным объектам, общаясь с гражданами, предупреждая их, насколько надо быть осторожными на отдыхе на водоемах. Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась по республике. У нас уже 7 случаев гибели по ДНР, трое из них дети. Горловка также вошла в эти 7 случаев. Был случай на поселке Каютово, на ставке погиб мужчина в нетрезвом состоянии. Также 24 числа 9-летний мальчик тоже начал тонуть. Но, благо, ситуация повернулась в положительную сторону. Ребенка достали, провели все спасательные мероприятия. Скорая доставила его в больницу, в больницу номер 2. Плава купалась, он поплыл на середину на бутылке. Бутылка скользнула с под его руку, он начал тонуть. Он плавать не умеет? Нет, он плавать не умеет. Я его тащила на себе. Ну, он уже, получается, захлебывался, да, когда вы его вытаскивали? Он уже был без сознания? Был. А кто именно реанимировал? Люди на ставке. А, получается... А потом приехала скорая. На данный момент он находится в реанимации, но в стабильном состоянии. Еще раз хочу обратиться к людям, что будьте аккуратны и осторожны на отдыхе, на водоемах. Не заплывайте на глубину и особенно в нетрезвом состоянии. Присматривайте за своими детками. Жизнь очень дорога. Здорово, знакомьтесь, посмотрите, если вы помните. Точнее, хочу вам напомнить, что вчера произошел такой несчастный срочный мальчик, который везел в воду, не рассчитывал своих сил побоев. И, к счастью, оказалась рядом с девочкой, которая ее спасла, да. В честь не было этой девочкой. Потому что, поэтому, присматривайте за своими детками. Пускайтесь, не прыгайте с необорудованных мест, лучше потихоньку. За удачу и до свидания. До свидания.